Находки, находки Дайвер Эд нашел в реке телефон Samsung Мужчина из Франции с помощью металлоискателя Обнаружил на пляже массивную серебряную цепочку 925-й пробы Фридайвер, аквалангист и охотник за сокровищами из США По имени Даллас нашел в реке iPhone 7 Plus с кремом и кредитной картой А потом через некоторое время нашел еще и Samsung Galaxy Note 10 с 20 долларами Телефоны оказались исправными Даллас вернул смартфоны их владельцам Сергей Ваучер, который проживает в Канаде и увлекается поиском старины и сокровищ Нашел увесистую серебряную цепочку от карманных часов Находка была найдена в овраге возле старого частного колледжа Брендан Прайс ехал с сыновьями по лесной местности и увидел внедорожник Chevrolet Tahoe без людей Это показалось ему подозрительным и они подъехали посмотреть Парни предположили, что возможно в этой машине живет кто-то и что-то случилось или банально она была угнана На пассажирском сидении лежали часы Парни вызвали полицейских и они связались с владельцем автомобиля Мужчина из США обнаружил в долине заброшенный Кадиллак Девиль 1970 года Который стоит здесь уже 20 лет и не сдвигался с тех пор как был припаркован Салон с белой кожей, которая находится просто восхитительно Мужчина не смог удержаться перед такой находкой и решил забрать ее Чтобы сделать это, пришлось долго повозиться с машиной Сменить колеса Подрихтовать двигатель Чтобы вы понимали, только продолжительность оригинального видео Больше одного часа, а в реалии это еще больше времени заняло В общем по итогу машина завелась и мужчина уехал на ней Мужчина не смогла Воскресенье 15 января 2017 года в Черном море в окрестностях Анапы в районе Благовеченской косы недалеко от побережья был обнаружен беспилотный летательный аппарат Airbus Direct Targets. Длина беспилотника около 2 метров, он был на реактивной тяге с бортовым номером 646 и отметкой А06. Серьезных механических повреждений на корпусе аппарата не было, лишь присутствовали следы от непродолжительного нахождения в морской воде. В Латвии в лесном массиве нашли потерявшее управление еще в начале мая 2020 года беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило агентство гражданской авиации страны. Об обнаружении дрона сообщил очевидец. Пожарные помогли снять его с деревьев. Беспилотник был передан специалистам для дальнейшего расследования. Они восстановили траекторию его полета, а также выяснили причины выхода из строя. Дрон потерял управление 2 мая и еще какое-то время бесконтрольно кружил над Латвией, а потом этого же числа аппарат приземлился. Неполадки застали его на высоте свыше 200 метров. В связи с происшествием в стране даже ограничивали использование воздушного пространства. В Дании 14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсия нашел на ферме обломки немецкого истребителя времен Второй мировой войны с останками пилота. Даниэль и его отец Клаус Кристиансен вышли на поле своей фермы с металлоискателем. Они хотели найти какую-нибудь старинную утварь, которую мальчик мог бы отнести и показать в школе. Но вместо посуды они нашли обломки самолета Месса Шмидт. Они смогли раскопать их с помощью экскаватора, который взяли в соседа. «Сначала мы выкапывали металлические обломки в перемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сказал Клаус Кристиансен. Позже Кристиансен вспомнил рассказы деда о том, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. Но датчанин признался, что до сих пор не верил этим рассказам. На ферму отправили саперов, которые проверили, нет ли под землей не разорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные в обломках документы переданы в местный исторический музей Северной Ютландии, который теперь курирует исследования, сообщил, что установил личность пилота и надеется найти его родственников для передачи останков. Историки полагают, что истребитель вылетел с тренировочной базы Ольборге, расположенной неподалеку от фермы. На это указывают продовольственные талоны в столовую этой базы, найденной вместе с останками. Среди обломков также оказались костюм, шляпа, бумажник и три перезерватива. Речь идет о модели Месса Шмидт БФ-109, одномоторном поршневом истребителе, стоявшем на вооружении в Люфтваффе. Этот Месса Шмидт был самым массовым самолетом Германии на протяжении всей войны, а также самым массовым истребителем в истории авиации. 26-летний Зак Норрис из города Феникс, штат Аризона, в местном комиссионном магазине Гудвилл, наткнулся на распродажи на старые часы без ремешка, которые при рассмотрении оказались дайверской моделью Жежели Культер Дип Сия Аларм. Ценник на часах составлял 5 долларов 99 центов. Зак приобрел находку, не думая, так как разбирался в часах. Как выяснилось впоследствии, часы были выпущены в 1959 году в количестве 900 экземпляров. Это были одни из первых часов с функцией будильника. Поскольку Зак не планировал оставлять себе столь редкие часы, он выставил их на продажу на сайте коллекционеров ходдинки.ком. Часовой коллекционер из Сан-Франциско предложил за эту модель 35 тысяч долларов, плюс часы Омега Спидмастер стоимостью 4 тысячи долларов. Зак Норрис с удовольствием принял это предложение. Он сообщил, что собирается жениться и вырученные от продажи деньги будут израсходованы на организацию этого мероприятия. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока! Успехов в те счастье! Выключай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok